9 апреля православный мир празднует один из любимых весенних праздников – Вербное Воскресение. Этот праздник отмечается в честь входа Господня в Иерусалим. Прознав о его великих деяниях, народ города встречал его как царя, махая в знак приветствия пальмовыми ветвями. В России вместо пальмовых ветвей используют ветви вербы, ивы или других цветущих в столь раннее время деревьев. А в прошедшую пятницу православные отмечали великий праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. События Благовещения описаны единственным евангелистом – апостолом Лукой. В своем Евангелии он сообщает, что Архангел Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве Марии с вестью о грядущем рождении от нее Спасителя мира. Благовещение рассматривалось как первый акт в христианской истории искупления, в котором послушание Девы Марии уравновешивает непослушание Евы. Мария становится новой Евой. Этот великий праздник особенно почитает весь православный мир. В каждой церкви проводятся посвященные ему службы. В Благовещение Славянский район посетил епископ Новороссийский и Геленджикский феогност. Он провел праздничную службу в храме в честь иконы Божьей Матери Целительница, который расположен на территории Центральной районной больницы. По окончанию службы феогност вручил главе Славянского района Роману Синеговскому и пархиальную медаль священномученика Дмитрия Пресвитера Геленджикского первой степени с формулировкой «За усердное служение церкви, внесенные труды на благо Новороссийской епархии». «Аксиос! Аксиос! Аксиос! Аксиос!» Большое спасибо за оказанное мне доверие, за высокую такую честь. Но я тоже с случаем хочу поздравить вас, хочу поздравить всех прихожан, наших жителей города Славянска и Славянского района, ваши семьи, с таким святым праздником, благовещением. Пожелать вам мира, добра, благополучия вашим семьям и всего вам самого доброго. Спасибо. В своем обращении к прихожанам епископ Новороссийский и Геленджинский отметил значимость совместной работы церкви и мирской власти на благо духовного и морального развития общества. В условиях необъявленной информационной войны, которая сегодня ведется в сети интернет. Только совместными усилиями возможно воспитать нравственно здоровое молодое поколение. Мария Горошкова, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...